Привет, меня зовут Гульнас, и в сегодняшнем выпуске я хочу рассказать вам о том, на что способна современная бытовая швейная машинка, а именно, какие обмёточные строчки можно сделать на бытовой машинке, и обработать срезы, заменив тем самым специальную обмёточную машинку оверлок. О других способах обработки срезов без оверлока я рассказывала в одном из предыдущих видео, на него ссылку я оставлю внизу, в инфобоксе обязательно перейдите и посмотрите. Ну а сегодня мы рассмотрим строчки, которыми можно обметать срезы, то есть обработать их на примере машинки Genome 460 QDC. Стандартную двустороннюю лапку нам необходимо будет заменить на специальную оверлочную лапку, то есть лапку для обмётывания срезов. В этой модели машинки эта лапка идёт под буквой С. Особенность лапки С, то есть оверлочной лапки, в том, что у неё есть тонкие проволоки, что-то похожее на маленькую щётку. На самом деле они направляют ткань, и благодаря этому кромка проходит рядом и не дают кромке выйти за её пределы. В процессе шитья иголка может находить и на эту щёточку. Следите за тем, чтобы ткань лежала плотно к этой щёточке слева, но не выходила за её пределы, то есть края срезы ткани. Так проволочная щёточка будет выполнять свою функцию. Вставляем лапку и посмотрим самый простой и распространённый способ обмётки срезов. Строчка зигзаг. Здесь эта строчка находится под седьмым номером. Прикладываем срез ткани. Край ткани должен остаться слева от щёточки. На самом деле под щёткой есть ещё дополнительный ограничитель. Вы можете ориентироваться и на него. Эти значения можно менять. Можно менять ширину зигзага, его частоту. И вот такая обмётка у нас получается. Зигзаг прошёл прямо по срезу, а вот в этом участке мы просто увеличили длину стежка. И они стали реже. Но в целом всё в порядке и в общем-то ткань не осыпается. Рядом есть строчка, похожая на строчку зигзаг, но она состоит из нескольких стежков. То есть, к примеру, одна сторона зигзага образует не один стежок, а целых три. То есть пунктирный зигзаг. Для такой строчки подойдёт стандартная лапка А. Но особенностью этой строчки является то, что вы будете прокладывать строчку зигзаг не по краю, а отступая от края. После того, как строчка будет готова, необходимо будет подрезать срезы для того, чтобы строчка зигзаг осталась по краю. Также у машинки есть эластичная оверлочная строчка. Следующая по номеру девятый. Для этого нам понадобится стандартная лапка А. И мы будем ориентироваться уже не на срез ткани, а отойдём немного глубже. После того, как мы проложим строчку, срезы необходимо будет подровнять. Вот такая у нас строчка получается. И она действительно легко растягивается. Ну а теперь нам необходимо будет подрезать срезы на один миллиметр, не доходя до диагональных линий. Для того, чтобы не срезать эту строчку. И на этом срезы будут готовы. Но они будут осыпаться намного быстрее. Особенно в промежутках между поперечными стежками. Посмотрим ещё на одну строчку. Она называется краеобмёточной. Чем-то похожа на строчку зигзаг. И здесь она располагается под одиннадцатым номером. Для этого нам снова понадобится лапка С с щёточкой. И это означает, что нам необходимо будет двигаться вдоль среза. То есть не отступать от него. И вот такая строчка у нас получается. Похожа на зигзаг строчку. Но также вдоль среза мы видим строчку. И эта строчка краеобмёточная достаточно эластична. Она очень похожа на строчку оверлока. Как по лицевой стороне, так и по изнаночной. А есть похожая строчка. Следующая по счёту. Это двойная краеобмёточная строчка. Нам снова понадобится лапка С. И вот такую строчку мы получили. Стежки вдоль срезов и двойной зигзаг. С верхней стороны, с лицевой стороны, это похоже на два ряда треугольников. С изнаночной стороны чуть больше похоже на строчку оверлока. И это всё, что я хотела рассказать о строчках, имитирующих обмётку. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал и смотрите предыдущие видео. Я уверена, вы найдёте много полезного. Я желаю вам успешного дня. Мы увидимся с вами совсем скоро. Обязательно экспериментируйте. Изучайте свои швейные машинки. Я уверена, они могут намного больше, чем вы думаете. С вами была Гульнас. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok